14 лет и уже в школе Олимпийского резерва. Роман начал играть в бочу только 3 года назад. Говорит, что этот неизвестный большинству спорт помогает ему тренировать меткость. А это в свою очередь приближает к мечте. Научиться стрелять из пистолета. И не только. Для Романа первое место на соревнованиях. Возможность встретиться со старыми друзьями. На соревнованиях почему ты хочешь победить? Потому что я в Йошкаралу поеду, чтобы встретиться со своими друзьями. Мы в санаторе были, в Калуке. Мы с ними познакомились, и они оттуда приехали. В Йошкарале встретятся уже чемпионы по бочу со всей России. Этот спортсмесь боулинга и керлинга позволяет выступать инвалидам всех групп. Колясочникам, людям с ампутациями или ДЦП. Те, кто не может кинуть самостоятельно, используют вот такие рампы. Тогда спортсмен работает как артиллерист в паре с наводчиком. Правила простые. Каждый может кинуть по шесть раз. Выигрывает тот, чей мяч в итоге оказался ближе к белому. Не так-то это просто, как кажется на видео. Я вот уже сделал несколько пробных бросков за кадром. И для того, чтобы мой вот этот синий мячик оказался ближе к белому, нужна такая хорошая концентрация и чувство мяча. Сейчас попробуем. После такого броска напрашиваются эпитеты. Филигранный или ювелирный? Какой еще? Главное, в процессе игры понимаешь, спорт этот азартный. Видимо, потому и привлекает. На этих соревнованиях выступило около ста спортсменов со всех крупных городов края. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин